Иисус Христос Иисус был предан Иудой за 30 серебряников. После распятия на кресте был похоронен и воскрес через 3 дня. Гор Родился 25 декабря девой Исидой. Когда он родился, загорелась звезда на востоке, при помощи которой три царя нашли место рождения спасителя. В возрасте 12 лет он учил детей богача. В возрасте 30 лет принял духовное посвящение от человека по имени Ануб. Было у него 12 учеников, с которыми он путешествовал и совершал чудеса. Ходил по воде и исцелял людей. Был предан Тифоном. После распятия на кресте был похоронен и воскрес через 3 дня. Фригийский Атис. Рожден девой Наной 25 декабря. Распят, пробыв в могиле 3 дня. Воскрес. Кришна в Индии. Рожден девой по имени Деваки. Его приход обозначила звезда на востоке. Он творил чудеса со своими учениками. После смерти воскрес. Греческий Дионис. Рожден девой 25 декабря. Путешествовал и превращал в воду в вино. Называли его царем царей. Единородным сыном божьим. Альфой и Омегой. После смерти воскрес. Персидский Митра. Рожден девой 25 декабря. Творил чудеса. После смерти воскрес. Через 3 дня. Его называли истиной и светом. День поклонения ему. Воскресение. Интересно, откуда это все? А все просто. С неба. История рождения имеет астрологический смысл. Начиная со времени летнего солнцестояния до зимнего. Дни становятся короче. В северном полушарии точка восхода и захода солнца движется на юг. Солнце отдаляется и дает меньше света. После того, как точка восхода солнца, уходя на юг в течение 6 месяцев, оказалась в своей низшей точке небосклона, визуально прекратила свое движение на юг на 3 дня и остановилась в районе созвездия Южного Христа. И только после этой паузы солнце, поднимаясь на горизонте, делало первый шаг к северу, к нам, предзнаменуя новую жизнь, тепло и начало потепления. Метафорически говорится, что солнце умирает на Христе на 3 дня, затем воскресает, рождаясь заново. При этом вечером, накануне этого символичного восхода, звезда на востоке, Сириус, самая яркая звезда, образует линию с тремя яркими звездами в поясе Ориона, тремя царями и указывает на то место, откуда взойдет солнце, делая первый шаг в сторону юга. Вот почему три царя следуют за звездой на востоке, чтобы найти место восхода, рождение солнца. Дева Мария – это созвездие Девы, символ, измененная буква М. Отсюда Мария, мать Адугиса – Мира, мать Будды – Майя. Дева имеет отношение к Дому Хлеба, ее изображают с колосами в руке. Дом Хлеба и его символ колос обозначают август и сентябрь, время жатвы. Вифлеем переводится как Дом Хлеба, Вифлеем указывает на созвездие Девы. То есть это место на небосклоне, а не на земле. И все же, почему воскресающие боги рождаются 25 декабря? Потому что около этого времени с погрешностью в 3-4 дня случается день зимнего солнцестояния. Соответственно, из-за чатия их в марте приходится на день весеннего равноденствия. Еще в дальменной культуре поняли, что в момент, случающийся только раз в году, когда Солнце опускается наиболее низко к горизонту, происходит великий космический перелом. Оно не умирает навеки, а начинается подниматься, знаменуя тем самым рождение нового года, нового тепла, нового изобилия, нового счастья. И тогда же придумали, как закрепить логику этих понятий в скалах и ковмах. Великую мистерию зачатия воплощала каменная пещера, устроенная так, что солнечные лучи попадают в нее только раз в году, например, весной, в день весеннего равноденствия. Пещерей этой была придана символика женского лона, как бы оплодотворяемого солнечным дождем. Вот так давно сочинили легенду о Зевсе и Данае. А через 9 месяцев, в конце декабря, из этой пещеры как бы рождался, точнее возрождался, великий герой, дарующий всему народу счастье и процветание. Этот сюжет, видимо, в свое время был для людей не меньшим шоком или откровением, чем для нынешних клантовая механика. Выходит, мертвая, скованная холодом мать-земля, может рождать каждый год из брошенного в нее солнечного луча новую жизнь. Неудивительно, что эта легенда дожила до сегодняшних дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok